в эфире программа тема часа и сегодня говорим о зачетных каникулах светлана здравствуйте здравствуйте какие новости в зачетных каникулах что такое и куда можно отправляться ну хотелось бы сначала рассказать немножко такой экскурс в прошлое мы проект реализуем с 19 года в рамках реализации целевой программы ветераны ржд и проект зародился когда мы поехали с нашими серебряными волонтерами есть у нас и такое движение ржд прекрасная мы с ними поехали на мероприятие на декаду зрелого возраста в город сочи мы там были как волонтеры мы помогали в навигации проведение мероприятия и там мы как раз разговаривали с людьми нашими старшего поколения и оказалось что очень многие хотят путешествовать но не все доверяют туроператором не все до конца понимают те условия услуги которые им предоставляют и мы даже провели небольшое исследование среди наших ветеранов пенсионеров железнодорожников на тему доверия на тему с кем бы вы хотели путешествовать какие программы интересно да конечно большинство сказали про санаторно-курортное лечение то есть это пансионаты но есть активные люди и все равно наполнить досуг в общем то мы задумались над этим и подумали о том что вот что самого теплого в вашей жизни вы вспоминаете ну вот самые теплые воспоминания вот у меня детстве пионерский лагерь там какое-то вот наше такое время когда мы отдыхали в компании сверстников и мы решили вот сделать такой отдых формате пионерского лагеря в сопровождении вожатых в сопровождении тренеров педагогов всевозможных интересных активностей и запустили вот в девятнадцатом году у нас был первый заезд и с каждым годом я знаю что это пользовалось все большим и большим спросом да ска сегодня что мы предлагаем и куда зовем на сегодняшний день вообще мы делали только осенью тогда как пансионаты санатории во первых меньшая наполняемость меньше людей и они заинтересованы чтобы к ним приезжали люди туристы отдыхающие и они предлагали цены скажем так приемлемы не то что летом сами понимаете какие-то пик сезона вот и мы ездили осенью так как заинтересованность была большая и пенсионеров же у нас тоже много вы знаете очень большое количество железнодорожников на пенсии и по итогу мы решили сделать еще раз да с каждым годом прибавлялись прибавить мы сначала одну смену потом две смены потом три смены делали и решили в этом году у нас пятый раз получается мы проводим такая маленькая маленький юбилей и мы решили попробовать сделать весной и так как у нас еще плюс ко всему год семьи в этом году и мы решили пригласить наших уважаемых ветеранов с членами их семьи совершеннолетними членами семьи может быть муж сестра брат дети поэтому очень хотим всех пригласить у нас четыре прекрасных направления это светлогорск это ингушетия республика ингушетия курорт армхи горный курорт причем это прямо в горах республика ингушетия тоже прекрасное место экскурсии наполнение мы с вами чуть позже поговорим и анапа аквамарин санаторий аквамарин это будет происходить в одно время какие месяца какие даты апрель это апрель мы стараем да они будут проходить приблизительно в одно и то же время с 9 по 19 с 13 по 23 апреля мы хотели чтобы наши многоуважаемые наши пенсионеры успели на даче на свои сделать свои значит рассаду рассадить чтобы успели да чтобы отдохнулись заряженные с новыми силами с новыми знаниями приехали и занимались уже своими дачами огородами а сколько человек принимает участие в зачетных каникулах вот четыре заезда это четыре группы да по сто человек где-то группы да мы делим их на отряды это очень удобно они сдруживаются получается такой обмен опытом обмен такой ну во первых обмен друг с другом то есть они потом так с дружить и ездят друг другу в гости это тоже очень важно потому что самый главный посыл это общение человек ушел из социума на пенсию ему и вот этого не хватает категорически человеку не хватает признания человек пишет стихи человек танцует человек ему раскрыться дома негде а здесь у нас то есть вот в программе возможно все ну то есть вот абсолютно у нас и конкурсы у нас и мастер-классы где можно провести ты что-то умеешь ты можешь поделиться рассказать показать это все таки и фотосъемки это и мои ролики снимаем много всего каждый заезд по-своему и определен на что-то если санаторий она в анапе и светлогорский там все-таки хороший сильный санкур то ингушетия и турбаза горной воды гей это такой активный отдых для активных которые не приезжают лечиться которые ходят в горы километры проходят для того чтобы полюбоваться красотами это термальные источники это бассейны ну в общем очень интересно насыщенно а вот адыгей ингушетия где не будут жить это курорт курорта в адыгей это турбаза горная она обустроенная там подогреваемый бассейн там отдельные корпуса в которых будут жить хорошо благоустроенные номера в общем-то совсем наполнением как вот хорошим скажем так хорошей гостинице со всеми принадлежностями и наполнением тем что необходимо тебе для комфортного отдыха спрос большой это поняла большой спрос все пишут хотят все хотят да как же определиться куда ехать и и в калининград бы хотела на калининградскую область и в адыгее в ангушетии ну тут уже выбор за вами расставить приоритеты и поехать но у нас еще и осенью будет так что возможно не эти же направления мы сейчас думаем мы все время развиваемся мы стараемся сделать и интересными и направления и экскурсии потому что многие ездят по несколько раз у нас есть люди которые например женщина приезжала одна в следующий раз она приехала с мужем и вот они парами уже постоянно с нами то есть они ждут они звонят они информацию смотрят все время мониторит на сайте куда поедем в этот а куда поедем в следующий раз иногда бывает даже так что зарождается идея прямо на смене мы с ними разговариваем и они готовы а вот здорово было бы на алтай поехать мне тоже хочется давайте организуем да как можно стать участником на самом деле участником стать просто вы можете позвонить на горячую линию бесплатный звонок он есть у нас на сайте у нас есть страницы вконтакте фонд почет все просто фонд почета ржд в любой браузер вбиваете вы выходите к нам на сайт на сайте есть отдельная страничка зачетных каникул где есть вся информация как зарегистрироваться либо позвонить вот на горячую линию вас сразу соединят с куратором направления и вам все расскажут вот смысл заботы вот этой о том что вот как стать участником вы только делаете звонок и о вас уже начинает заботиться во первых вам расскажут все как есть где будет как будет вас включают вы уже в чат и в информационные и дальше уже ведут вас рассказывая о том что куда приехать как пройти в ингушетии и в адыгее трансфер прямо с вокзала вас заберут привезут у вас будет информация каждом дне вы в чатах общаетесь до информации о каждом дне утром подъем зарядка йога цигун далее бассейн далее какие-то дневные спортивные соревнования очень хорошие у нас вечерние программы это и танцевальные конкурсы мисс квиз все что хотите все для вас и каждый увезет для себя и обязательно какой-то памятный сувенир что-то сделано своими руками что-то мы подарим вот как раз я хотела коротко сказать о зачетных почему зачетные конечкуруза почему зачетные каникулы идея была в том что когда мы идея проекта зародилась мы понимали что это должен быть не просто веселый отдых это у нас еще тогда было название каникулы со смыслом то есть мы хотели чтобы человек приехал и уехал дальше с планами потому что мы вообще все хотим жить хорошо в любом возрасте но не всегда понимаем как это сделать чтобы это было хорошо и что сделать сегодня чтобы завтра было хорошо нет планов обычно уже когда человек выходит на пенсию ну мало у кого вперед идущие планы скажем так и вот мы хотели здесь их вдохновить вдохновить тем чтобы они и дать им инструменты чтобы они научились научились строить планы какие-то стратегии возможно научились тому что вот смотрите у нас с нами ездят психологи с нами ездит те тренеры по йоге которые кстати ведут наши занятия в онлайн-клубе и все их знают все с ними знакомы все с ними общаются это как как омолодиться как здоровую спину держать как ну то есть мы придумали что вот должно быть что-то как это условно зачетная книжка вот они приехали мы им эти книжечки дали и они ходили на все активности отмечали кто куда ходил записывали свои планы записывали рекомендации наших преподавателей тренеров и намечали уже себе план что они сделают и потом приедут на на следующий год и похвастаются тем что они воплотили в жизнь из этих планов то есть зачетка то есть вот дипломы они сами себя выписывают ну почему они у нас получают грамоты разные дипломы все у нас по-взрослому вы знаете вы так рассказываете что я захотела быть пенсионером железнодорожником ну вам еще долго но в любом случае вы можете к нам приехать в гости мы будем рады обязательно светлана вам огромное спасибо невероятно интересно и желаю хорошего проведения зачета каникул спасибо всех же остальных мы ждем к нам ждем на наш проект приезжайте вы будете очень довольны и многого всего узнаете нового спасибо большое спасибо да а и и и и